И если бы Башурик еще бы не дал бы тебе проталкивания на восьмой ход. Очень слабо отыграл Колян. Серьезно. Габлач пяточный. Очень хорошие орки, кстати говоря. То есть такие как бы... Для сквигов были бы топовые, для сала они, конечно, маловато. Привет, дрын. Ой, я немножко поспешил. Башурик, правда, тоже слабо играл. Без вопросов. Я не знаю, честно говоря, вы оба показывали Бладбоу, ну, такой. Не ок. Ну вот было ощущение, Колян, что ты поигрываешь чутка на пофиг. Ай. Немного пролетело в дычу. Ну, Етик, да. Етик должен это делать. И Етик, это неприятно. Старый Ети ушел на пенсию. Он, да, он... Он смог дожить до пенсии, пацаны. Иногда такое бывает с Еттями. Можно поздравить, как говорится. Не знаю, мне не очень нравятся фолы по троллю, потому что тролль это регенерат. И вот это вот все. Ну вот, второй тайм ты стал играть лучше, и у тебя кубы пошли плохие сразу. Хе-хе-хе-хе-хе. Вот так вот. Я почувствовал в этом иронию. Чувствую в этом, что внутренний подкол. Ну вот так вот. Фрэнзи много не бывает. Ты как маленький, ей-богу. Человек думает, что Фрэнзи много бывает. У меня все еще горела жопа после Бридспита. Ну, я понимаю, Колян, конечно. Но все равно не одобряю. Не одобряю. Просто с учетом того, что это был матч во многом за выход. Типа, там ответственность вся фигня. Просто будь вместо Башурика какой-то более профессионально душный крыс. О как. Ну, Клавса условно поиграла, ладно. Немножко постукала. Опять первое действие блок Йетти. Ну, там не так, чтобы было много выбора. Это раз. А во-вторых, Йетти это все-таки главный этот... Главный план на игру. И вполне логичный. Другой вопрос. На хера Лена взяла гард? То есть, если было понятно, что у тебя Йетти дежурный блицер, ты должна брать Джагу и юзать Йетти на полную. То есть, вот, грубо говоря, гард там просто не пришей кобыле хвост. Какой удачный фолл. МНГшечка. Хорошо получилось. Да, это тоже меня немного удивило, Колян. Но, говорю, Башурик не сильно отыгрывал, честно скажу. То есть, весьма... Весьма... Весьма ми. Дикая шара. В каком плане мы остерим? Просто, честно говоря, Лена такие мувы делает, что возникают разные вопросы. Я имею ввиду, у Лены крайне неочевидные пути игры. Вот так вот. Я бы коротко бы сказал. Рерол. Ну, это, кстати, нормально так. Да. Прямо эльфийская игра. И нет, другой вопрос, что как-то, честно сказать, мне не кажется, что был смысл форсировать ситуацию. Потому что орки вроде как разложены. Мячик спокойно прикрывался. А вот сейчас у орков стало два колокола. То есть, у орков, девочка Бладвайзер, смысл этого гола быстрого. Мне не ясно. Сейчас просто орки продолжат бить. Орки продолжат фалить. И там вообще не факт, что Норсы без Йеттика потянут. Наоборот, пока была выгодная ситуация, надо было душить Сталлингом. Может быть, даже самой фалить. Не знаю. Да, мне тоже кажется, что Лена играет душой и сердцем, а не холодным расчетом, я бы только сказал бы. Более вежливо. У нее рассеянный склероз? Ничего себе. И она при этом играет лучше тебя, Рин. Стыдновато должно быть. Ну, три куба. Нау, кстати, нормально отыгрывает. Я имею в виду, что не ищет особо приключений. Дает блицы куда... Слушайте, Нау вполне подрос как игрок. Еще бы донатил бы. Вообще цены бы не было человеку. Ну, как бы без обид для Рина, но Рин конечно такой. Ну. Слабенький. Ну, это не критичный фол. В смысле, что пятка, конечно, на габле мое почтение. Хотя она не пригодилась уже два раза, по-моему. Вызывает только желание в нее въехать. Вот так вот. Но сами фолы клевые. Габла выхватила. Ну, габла, в принципе, свою работу выполнила. Минуснула двух игроков. К ней вопросов крайне мало. Габла молодец. На самом деле, как бы, орки при среднем пробое, особенно когда нету Йети, должны просто силой додавить Норсов. Ну, а гила, а гила человеку на лосе, в принципе, вообще не нужна. А гила это так, излишество. Говорю я почти без шуток. Это супер приятный минус. По сути своей, у Лены практически не осталось боевой мощи. То есть осталась только крутой, довольно-таки крутая линейка, которая может решать игру. Но именно в плане драки орки должны доедать. То есть, как бы, ну, как бы, безумие, конечно, повышает шанс, там, на травмы, прочую фигню. Но в целом ситуация ультра тоскливая. Ой. Это очень приятная прокачка на Чёрка. И это потеря горда, которые теперь уже, конечно, как воздух нужны. То есть, Лена осталась с одним гордом. Уже в минус четыре. Ну, не будь дураком, орк дожмёт. Орку довольно сильно зашарил ранний. Такой, относительно ранний пробой. Это при том, что у орка ещё маг. Тут как бы, не знаю. Мне кажется, Лена уже зря упирается в драку. То есть, вот она сейчас идёт. Пытается, вот, чё-то там. Хотя, вот этот мув. Этот мув был, конечно, сумасшедший. Это был врыв мяч, очевидно, да? Я просто... Наверное, надо было просто уже норсами лечь. И ждать второго драйва. Хотя, я не уверен, что в нём бы чё-то спасло. Мне кажется, здесь уже конечное. Слишком много потерь, ребята. Слишком много потерь. Сегодня такой день будет напряжный, конечно. Мне ещё эту газету верстать. Вот мне тут это... Калян отписался на Гагрыз. Финдер Гост. Остальных я уже в газету добавил. Их мнение по поводу Блицпита. Единственное, на Гагрыз написал какую-то вот супер дипломатичную речь. Как будто он её специально подготовил. Как-то очень неживая речь. Надо будет его потыкать палкой. Неудачно как-то. Он за ГФИ шел. 6-6 на армор, 5-4 на травму. Да, весёлый парень. Как бы почти суициднулся, я бы сказал. Ну, я говорю, Лена совершает ошибки именно в глобальном построении команды. Она, конечно, и в микро иногда... Как бы сказать, микро у Лены нормальное, а вот макро понимание игры иногда вызывает вопросы. То есть вот этот вот быстрый гол. Или, например, гард вместо Джаги на Йети. И там... У неё стратегия на матч хромает. Ну, типа того, мастерин. Типа того. Брайт очень интересно расписал. Он там целый документ подготовил, выслал. Вот так вот. Я бы сказал, от... Вот Колян, Диамет и Брайт, они наиболее такую... Как бы подробную аналитику дали. Как они готовились, какие у них были мысли по поводу того, что им нужно на турнире. Какие у них матчи-ауты, через что играть. И так далее и тому подобное. Вот прям приятно было почитать. Я думаю, для относительно новых игроков прям такая информация. Кладезь мудрости. Вот норсы вроде как-то пытаются цепляться за мяч. Но выглядит это странно. Довольно аккуратная игра. А что, так надо было? Нет. У меня... У меня не было никаких подробных инструкций, я бы сказал. Каждый писал, как хотел. Не, не волнуйтесь. Там Многогрыз написал фигню. Там я не знаю. Рин написал полную фигню. Не волнуйтесь. Там настолько вразнобой, что не страшно. Я скорее просто восторгаюсь слогом вот Брайта там Дио и так далее. Не больше, не меньше. К вам-то претензий нет. Когда... Поверьте, вот если вам стыдно за свою речь, почитайте потом просто речь Рина и вам сразу перестанет быть стыдно, потому что как бы никто из вас нет. Мне не понравилось, конечно, как сыграл Мистер Нао. Дал он тут шанс. То есть у него был просто вариант попроще с другим Блицом. Он мог и клетку совершенно спокойно оставить. Опа. Сейчас уорки еще могут и не забить. Ну вот, конечно, тратить мага на такое не особо хочется, но окей. Тут главное теперь три плюса прокинуть. Да. В два нашли, теперь осталось три плюс кинуть. Но опять же, орки сами привезли. Плохая игра. Там можно было намного лучше. Я тебя сейчас перестал любить минут на десять в смысле? Ну, я не знаю, слушай, вот когда ты протрезвеешь, ты поймешь, что я прав. Вот так вот. Опасно. О, еще одна шара травмы, еще и с прокачкой удачной. Да. Рейн, мы тебя любим таким, какой ты есть. Вот так вот. Тролль тупанул? Ну, так ты этого не учел. Ты мог просто продвинуть клетку на ход вперед и при этом не трогать троля, например. Я, конечно, знаю, Рейн, как говорил Тирион Ланнистер, что, мол, если бы пить все время было так легко, то все бы этим занимались, но мне кажется, ты иногда все-таки выходишь из своей вот этой вот алковолгаллы и как бы так выразиться-то. Не обманывай ни меня, ни других. Попытка супер-животного выталкивания. Лол. Слушайте, а было близко. Ну, я понимаю, что Норсов не осталось и приходится уже играть вот такими методами. Проблема просто в том, что даже если выталкивание прокатывало, после этого Ульфик уезжал тоже за поле. То есть, это мув был веселый, на этом, в принципе, мысли заканчиваются. то есть, ничего кроме веселья в этом муви не было. я еще посмеялся немножко с... маленькие спойлера, знаете. я посмеялся больше всего как раз таки с Виталикта и Риина. Потому что Виталикт не заметил, что Иллиот сильный игрок, а Риин назвал Джимми Фантастика нубом. Я так типа, ну ясно. я щас одну тупую вещь спрошу. А почему Блиц не в мяч? То есть, окей, но почему Блиц не в мяч? о чем этот разговор ну я там набрал интервью шик где люди будут рассказывать о том как они выступали на blitz пить и вот так вот практически всех опросил вот так вот тут она промазала хотела в мяч ну окей но это было странновато со стороны я имею ввиду очень серьезная ошибка слушать а какие матчи я не дописал дать секунду я прям зайду там в газете довольно молчу осталось на голосовые интервью не планируются ли даже видео это сложный вопрос значит не он египтянин фениксов я закрыл василийские надо будет описать матч ванях вентарос виверны я закрыл грифоны я закрыл химеры я закрыл сало досал надо написать да ладно нас то осталось у меня грубо говоря сало вышка и один матч ванях я свободен правильная вкладочка предлагаешь валентин делать эту спец выпуски периодически или что вы так еще не собрали 20 подписок а уже тут пошли вот эти вот вещи типа а чё ты не интервью-то не возьмешь не знаю на самом деле конечно газетка довольно муторное дело если честно она живет несколько я слишком сильно стараюсь мне кажется мне кажется мне надо меньше стараться но здесь конечно продали чёрка это ошибка надо было с чистой совестью уходить от края это всяко лучше чем за поле ехать с учетом того что на поле 4 норс а они удивительно достойно продолжают это бороться с зеленой ордой нечисти такой меднят киттен понимаешь в чем дело к сожалению аудитория руба бл во многом состоит из желобов типа кащея которые не считают это трудом и не будут за него платить даже если она будет вот по такой модели распространения поэтому я скорее за за сознательных граждан чем за это лечит про птичку даже тенда была в начале матча сказать у что я упустил момент ну чё говорю я я работаю пока у меня не перегорит все равно моя совесть пока чиста я имею ввиду что подписок набралось мало и поэтому я могу с чистой совестью бросить в любой момент можно себя не загонять так что когда мне надоест посмотрим орка когда за поле она использовалась видимо какая-то новая бага этого вот пасы на пасы на 15 ход это прохладная идея пасы на 15 ход это супер прохладная идея на 15 ход лучше мяч вообще не трогать лена тут фигню сыграла то есть надо было вот этим парнем блицануть и сесть им на мяч ну ладно ну спасибо что кинули 3 плюс 2 плюс ну если что на лос на лос надо было ставить этого нулевого блицера а не прокаченного черка ну можешь написать если сделаешь вырезку и отправишь им ты неправильных людей отправил на лос нет смысла на лос отправлять этого прокаченного черка когда у тебя есть нулевой блицер ты заслужил эту багу ну вот так вот ты заслужил эту багу а то что рассчитываешь на тролля это зря я поэтому не люблю тролля тролль тролль кидает постоянно не надо верить троллю ну ладно ну ладно ну ладно